Вакх Питера Рубенса – это полотно, которое легко доказывает, что классическое искусство тоже может шокировать. Расплывшееся тело, сцены пьянства – все это может привести в замешательство и даже вызвать отвращение. Почему же эта картина считается шедевром? Давай разбираться. Чтобы рассказать тебе об этом, мы проанализировали 128 страниц книги «Фламандская живопись» Елены Матвеевой. Рубенс – настоящий гений композиции. Художник изображает участников вакханалии, то есть ритуального пьянства, с их покровителем, римским богом виноделия Вакхом. Он выседает на бочке, как на троне, рядом стоит его захмелевшая жена Ариадна, а у его ног лежит тигр, который грызет виноградную лозу. Обрати внимание, художник располагает фигуру вакха так, что вместе с Пути справа они образуют композиционный треугольник. Так художник добавляет изображению монументальности и как будто иронично соглашается, что это не просто пьянка, а мистерия. Причем симметрия в картине Рубенса тоже использована как рычаг иронии. Давай сопоставим правую и левую части композиции. Слева Ариадна льет вино в кубок, а справа, как рифма к ней, изображена фигура пьяницы-сатира. Он не просто пьет, а буквально заливает в себя алкоголь. Вино в кубке переливается за край и тонкой струйкой стекает в рот одному из Пути. У этого элемента тоже есть рифма, с жидкостью которую выливает другой Пути справа. Параллели между девушкой, сатиром и двумя Пути как бы закольцовывают композицию. А сочетание утрированной торжественности и иронии заставляет нас разглядывать картину. Особенный празднично-яркий колорит Рубенса можно узнать из тысячи. Вот только здесь он уступает место землисто-коричневым тонам. Заметь, кроме алого платья Ариадны, привычные яркие краски практически отсутствуют. Единственное насыщенное место – клочок неба над Вакхом, который постепенно затягивает виноградная лоза. Взгляни, слева, рядом с пьющим вино Пути, тоже виден кусочек неба. Вот только он не лазурный, а бледно-сероватый. Все просто, сверху мы видим, как виноград затягивает проход в реальный мир, поэтому небо и написано так ярко. А вот рядом с Пути уже владение Вакха. Их раскрасить может только вино. При помощи колорита художник демонстрирует силу бога виноделия. Рубенс был фламандским мастером, а во фламандском регионе Бельгии развился особенный национальный вариант стиля барокко. Для него характерна реалистичность, из-за которой тела персонажей практически никогда не идеализировали. Сравни, например, эту картину с Вакхом Караваджо или Веласкеса. В обоих случаях художники изображают бога виноделия как черноволосого, привлекательного юношу. Но Рубенс не идеализирует античный сюжет, показывая его суть в некрасивую оболочку. Именно поэтому Вакх может шокировать нас нескромными формами. Но для фламандцев это было нормой. Герои Рубенса всегда написаны в высшей точке их физических и духовных возможностей. Видимо, для персонажей в Ахханалии именно такое состояние он посчитал самым показательным. Еще одна черта фламандского барокко – особенная внутренняя динамика. Причем при помощи самой техники живописи. Присмотрись к тому, как Рубенс кладет краску на холст. Он как будто лепит форму отдельными вихрящимися мазками. Из-за этого статичная фигура Вакха обретает внутреннюю динамику даже без сложных поз и экстравагантных ракурсов. Рубенс был одним из ведущих живописцев фламандского барокко, поэтому в его картине можно найти все главные отличия этого стиля. Картина Рубенса приковывает взгляд из-за его любви к противоречивым сочетаниям. В торжественную пирамидальную композицию заключены не самые приятные подробности. Художник пишет бога, в котором зритель ожидает увидеть античную красоту, а получаем мы лишь расплывшееся от празднец в тело. Все это зажигает в нас интерес и вызывает противоречивые эмоции. Чтобы рассказать тебе о Вакхе Рубенса, мы прочитали 383 страницы книги Инны Прус «Малая история искусств. Западноевропейское искусство XVII века». И теперь ты знаешь три причины, по которым это полотно можно назвать шедевром фламандского барокко. Гениальность композиции картины заключается в ее ироничности. Художник создает искусственную торжественность, которую тут же ставит под сомнение деталями. Бочка вместо трона, расплывшееся тело бога вместо идеальной античной статуи. При помощи колорита Рубенс фокусирует внимание не на героях композиции, а на небе. Так он отделяет реальность от царства Вакха. Вакху Рубенса далек от канонов классической красоты из-за особенностей национальной живописной традиции Фландрии. Фламандская барокко отличается от других вариаций стиля особенным внутренним динамизмом и близостью к реальности.